здравствуйте эта программа тема дня на канале это он тв студия михаил юровский сегодня мы обсуждаем выход соединенных штатов америки из парижского соглашения по климату с нами на связи по скайпу профессор климатолог семён кричак здравствуйте семён здравствуйте и так давайте начнем с азов каковы каковы причины в принципе изменений климата в частности глобального потепления что считает наука ну вообще говоря существуют различные причины бывают как причины действует ряд причин одновременно земной шар находится под влиянием различных факторов и космических конечно же мы получаем энергию от солнца и процессы происходящие на солнце и в космосе они могут влиять и влияют на то что происходит с климатом положение светил плане звезд солнечной системы также влияет есть соответствующее влияние этого фактора и есть естественно и процессы которые происходят в недрах земли они тоже сказываются на том что происходит с климатом на земле но в различные периоды и естественно в различные периоды человеческого существования планеты земля эти разные факторы имели больше или меньшее значение относительно их роль была различной и естественно с появлением человека постепенно возник и фактор антропогенной деятельности примерно с 1880 года человечество на начало настолько интенсивно сжигать нефть и другие углеводороды что этот фактор постепенно стал очень важным и как мы считаем он настоящее время является решающим но и так было не всегда вот последние сто лет сто пятьдесят лет этот фактор роль его увеличивается и сейчас последние лет 40 этот фактор действительно является по нашим представлениям наиболее существенным что происходит вот из-за этого фактора ну вот мы мы хорошо знаем что происходит в теплицах мы строим эти сооружения со стеклом для того чтобы солнечное тепло энергия поступала туда и не выходила в результате в теплице теплее чем снаружи заметно теплее то же самое происходит и в атмосфере в атмосфере есть газы в том числе например водяной пар это тоже газ которые и и имеют вот такое свойство что они действуют усиливая парниковый эффект и соответственно есть продукты сгорания в частности углекислый газ это не единственный парниковый газ но это один из метан например тоже парниковый газ эти газы они способствуют тому чтобы земная атмосфера служила таким своего рода одеялом которая пропускает солнечное тепло и задерживает его у поверхности и чем больше мы выбрасываем вот мы как человечество выбрасываем в атмосферу этих эти газы и концентрация их растет и соответственно это сказывается на температуре воздуха в атмосфере в частности в нижней части атмосферы вот собственно что происходит и за последствия с 1880 года человечество уже достигла того что температура средняя температура на земном шаре вы возросла на 1.3 десятых градуса цельсия и поэтому в 2015 году ведущие страны мира собрались в париж на конференцию и по итогам конференции подписали соглашение о об ограничении промышленной деятельности любы изменение каких-то параметров промышленной антропогенной деятельности с тем чтобы уменьшить вот этот парниковый эффект то есть выбросы co2 совершенно верно различные страны с различной интенсивностью сжигают нефтепродукты и другие углеводороды и в результате китай сейчас наиболее активный загрязнитель атмосферы он выбрасывает примерно 30 процентов общего количества парниковых газов антропогенных которые выбрасываются выбрасывает китай в атмосферу соединенные штаты 15 процентов европа вместе с англией по-видимому я не уверен порядка 9 процентов индии 7 процентов россии 5 процентов но вот такая картина хорошо а насколько причины и следствия парникового эффекта и повышения температуры вот это все понятно а насколько насколько вредно влияние в повышение температуры ну казалось бы всего лишь полтора градуса цельсия ну окей так будет нам теплее зимой и чуть-чуть жарче летом так в чем проблема вообще абсолютно неверно к сожалению я вынужден с вами с вами не согласиться прекрасно в среднем на земном шаре температура растет относительно незначительно можно так сказать но результаты это во первых вот такая концентрация парниковых газов кроме водяного пара водяной пар всегда бы такая концентрация парниковых газов которые сейчас атмосфере и и человечество на этой на нашей планете не было течение последних миллиарда лет или что-то в этом духе значит повышение температуры приводит она происходит неравномерно в тропических районах но более интенсивно в полярных районах она менее интенсивно в результате полностью меняется вся структура циркуляции в атмосфере вырастает возрастает существенно возрастает количество осадков например полярных районах уменьшается увеличивается количество осадков тропиках резко падает количество осадков например в таких районах как африка увеличивается интенсивность и частота экстремальных процессов экстремальных осадков экстремально длительных засух вы понимаете что все это очень важно в израиле если позволите в израиле это это тоже очень важный фактор израиль маленькая страна и несмотря на то что израиль индустриально развитый развитые государства мы конечно наш вклад загрязнение атмосферы заполнение повышение концентрации парниковых газов в атмосфере он относительно невелик но влияние того что происходит в результате повышения концентрации парниковых газов оно сказывается у нас у нас увеличивается скорость повышение уровня моря у нас меняется длительность зимнего периода периода когда в израиле выпадают осадки повышается частота и интенсивность экстремальных осадков в израиле увеличивается длительность периодов с засухами все это очень очень а мы же еще хорошо знаем что у нас есть пожары вот эти лесные пожары к сожалению да это это тоже следствие изменения климата все это для израиля чрезвычайно важно это не шуточное дело и вот этот вот разговоры о том что изменения климата это может быть просто придумано я знаю эти разговоры скептики есть конечно и сейчас вот с выходом америки заявлением трампа о выходе америки из соглашения они как-то подняли головы на самом деле это очень опасная игра земная земная атмосфера земной шар это такая маленькая сравнительно системы которые очень просто разрушить хорошо давайте если мы уже начали это в принципе тоже очень сверх важный вопрос насколько вот выход заявленный выход соединенных штатов америки из парижского соглашения может повлиять на вот эту борьбу с и с последствиями изменения климата и какие в принципе какие каком какова мотивация выхода собственно ведь те кто подписывал от имени сша они говорили о том что у них была какая-то аргументация какая теперь аргументация соединенных штатов америки ведь им тоже у них тоже есть какие-то экологические организации им тоже это важно в том числе и политикам почему же сейчас им это вдруг перестало быть нужным но видите ли во первых конечно же среди ученых нет абсолютного консенсуса есть некоторое количество вполне квалифицированных ученых которые искренне считают что следует продолжать исследовать этот вопрос что они не уверены в том что именно антропогенные воздействия повышение концентрации парниковых газов что именно они что именно этот фактор является решающим такие ученые есть их мало но они есть но кроме того есть большое количество интересантов совершенно разнообразных есть политики у которых есть электоральные интересы они ориентируются на какие-то группы населения я не хочу называть имен но это совершенно очевидно есть бизнесмены которые уже успели вложить в добычу угля в добычу нефти огромные деньги и сейчас тратить дополнительные деньги на развитие новых технологий которые позволят захватывать фильтровать не выпуская в атмосферу продукты сгорания они не хотят они не хотят тратить на это деньги и соответственно у них есть определенные основания свои собственные личные теперь что я думаю что вот эти факторы ну трамп он окружен определенной группой лиц по-видимому вот это вот эти люди эта группа населения они оказались сейчас у власти у них есть свои представления о том что правильно что неправильно я думаю что это была большая ошибка но это мое мнение значит что произойдет ну во первых америка так сразу выйти из соглашения не имеет права есть соглашение там четко оговорены правила в согласно которым америка сможет выйти из соглашения лишь через три года после того как она начнет действовать это есть порядка двадцатого года только в 2020 году они действительности смогут выйти до этого они уже сейчас говорят что все должны понимать что несмотря на то что соединенные штаты выходят из соглашения они будут продолжать сокращать выбросы углекислого газа и других парниковых газов в соответствии с тем что они обещали при подписании соглашение ну трудно сказать так это будет или не так они действительно сейчас это говорят но раз они выходят из соглашения то многое может произойти какая еще причина в действительности все страны обязались отчислять определенные довольно значительные суммы на поддержание экономики стран которые более в большей степени испытывают последствия глобального потепления прежде всего развивающихся стран и там от соединенных штатов в действительности определенные деньги довольно значительные требовались сейчас не помню вот я держу в руках это бумагу да значит они уже было давно обещание на 500 миллионов долларов которые должны быть выданы не знаю в ближайшее время и 10 миллиардов америка соединенные штаты должны были выделить на эту программу по-видимому ежегодно через 20 лет по моему значит в общем это значительные деньги в общей сложности это соглашение в соответствии с этим соглашением развивающиеся страны и страны которые наиболее интенсивно подвергаются влиянию изменения климата антропогенного должны были в общей сложности получать порядка 100 миллиардов долларов от всех стран вместе ну вот роль американцев была достаточно велика так что по видимо вот это было то есть это экономический еще дополнительным фактором действительно я слышал что сейчас после того как трамп объявил о выходе америки акции на бирже выход из соглашения акции на бирже пошли вверх не знаю насколько долго это будет продолжаться но какой-то положительный эффект для экономики по-видимому специалисты ожидают что произойдет ну соединенные штаты значит я сказал 15 процентов того что выбрасывается в атмосферу это соединенные штаты задача сократить настолько чтобы рост температуры земного шара до конца нынешнего века не превысил двух градусов на самом деле желательно чтобы он удержался где-то в пределах полутора градусов это невозможно без сокращения выбросов если американцы не будут выбрасывать значит кто-то другой должен не будут сокращать то кто-то другой должен будет взять на себя эту и кроме китая дайк и то есть это китай кто еще какие еще страны серьезной индия европа вот сейчас франция очень активно встала грудью так сказать на защиту этого соглашения и европа готова сейчас сделать максимум для того чтобы принять необходимые меры чтобы тем не менее удалось удержаться на вот этой вот планки двух градусов к концу века а россия участвует в этом соглашении россия участвует россия участвует путин сказал я слышу выступление путина он сказал что без участия россии конечно в полной мере выполнить это соглашение будет трудно он так сказал но можно думать что он еще более пессимистично оценивает ситуацию на это предположение но россия она четко заявила что она поддерживает это соглашение и собирается работать четко согласно тем обещаниям которые были даны ну что ж мы будем надеяться что до 2020 года что-то изменится в администрации президента соединенных штатов и может быть они в конце концов и не выйдут и мы сможем видеть действительно улучшение в мировом климате что ж спасибо вам за ваш комментарий профессор семён кричак специалисты эксперт в области климатологии это была программа тема дня на канале тонн тв в студии был михаил юровский оставайтесь нами всего хорошего